Ордена Ленина, киностудия Грузия, фильм. Второе творческое объединение. Вот если бы царь Иракли жив был, одолел бы он русского царя, а? Еще бы, показал бы ему Кузькина мать. Эх, были бы царь Иракли и Георгий Саакадзе живы, а мы хуже разве, но... Уж не знаю, из страха перед урядником Шахтеевым и птицы не поют. Фига ему с маслом, выкусит. Эх, Гоги, а так бороться умеет. Правда, Гоги? На всем белом свете никто его не переборет. Ага, уездный начальник Боратов говорит тысячу туманов тому, кто Гоги Кенкишвили на лопатки уложит. Не муха ли смерти над тобой кружится, падаль ты я такая? Не перестанешь штрепаться, а? Ладно, Гоги, оставь, довольна с него. Что ты ко мне пристал? Ох ты, мразь я такая! Крик! Здравствуйте! Привет, Харебе! Это ребята Хареба Джибуты, брат писаря Симона, управляющему князя Карашвили. Ого! Привет, управляющему! Холодной воды у вас не найдется? Вон кувшин полон. Поборись-ка вот с ним, если ты мужчина. Айф, правду, хочешь поборемся? Давай, раз такая охота. Шире круг, ребята, шире круг. Айф, давай, давай! Айф, давай, давай! Айф! Айф! Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Пошел ты! Пошел ты! Почему бы и нет? Омар Пхакадзе и Леван Тадьяшвили в фильме «Хареба и Гоги» А также Михаил Саладзе, Автандил Майсурадзе, Отар Мерунитухуцесси, Александр Кайдановский Режиссер-постановщик Георгий Шенгелайя Автор сценария Боадур Баларджишвили, Георгий Шенгелайя Оператор-постановщик Лерий Мачаидзе Художники-постановщики Васила Рабидзе, Николай Шенгелайя В ролях Коля Лишвили, Панчулидзе, Жапаридзе, Хуксишвили, Сахварелидзе Микаберидзе, Херхевулидзе, Джинория, Шатаидзе Чичинадзе, Тархан Маураве, Нинуа Шенгелайя Режиссеры Гогелия Шервашидзе Художник по костюмам Халавандишвили Звукооператор Никонов Оператор Сигуа Художник-гример Уригошвили Консультант Андроникашвили Монтажер Мачаидзе Административная группа Микдисашвили, Хуксишвили, Цнеладзе Автор песен Анзор Эркомайшвили Вокальный ансамбль Рустары Директоры фильма Гиви Гелашвили Мурман Цинцадзе Редактор Тея Габун Выпьем за наши знакомства Верными друг другу будем Не обабимся сердцем Быть по-твоему Вообще-то я слышал, что ты сильный парень Хотел встретиться, испытать тебя Вот и встретились Давай за то, чтобы по-мужски ходить по жизни Здравствуйте Здравствуйте Мир вам, мир Знаешь, кто это? Это гадальщик Придон Мужчина это, а не баба Ей-богу Хочешь, Вилю погадать? Пойди-ка сюда, Придон Пахчо Поднеси человеку Мир вам Мир Как поживаешь, Придон? Вот так Вот Тогда садись и погадай нам с приятелем Изволь, пожалуйста Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Не допытывайтесь Не спрашивайте Что ты плетешь? Чего не спрашивать? Нет, помилуй вас Бог Не спрашивайте Говори все как есть Смерть тут, сынок Смерть тут Больше не скажу Договаривай уж до конца, Придон Почему вы вместе, дети мои? Нельзя вам вместе ни след Смерть вместе примите Вместе вот в крови плаваете Как дам тебе сейчас Света белого не увидеть Ясным разумом помрачнеть Да покарает мне Господь милосердный И да будет мне жизнь не в радость Был я, значит, прошлым летом Учила пошел Увидел ее И запала она мне в сердце Ты только взгляни Взгляни, морда-то какая А грудь Вот я и говорю Встретились мы с ним Через некоторое время На празднике Алавердоба Пригласил я его к столу И тогда я ее и выглянул Хе-хе-хе-хе Хе-хе-хе Хе-хе-хе Как дела, Харель? У Луашвили был? Был, сударь. Все в порядке. Так, у Донги. И Донгу повидал, и Малхаза Масешвили. Расчет учинили полный. А что, Миха? Ничего, сударь. Что брать, коли нечего? Просят еще срок дать. Ты с ума меня сведешь, парень? Ну-ка, поднимись сюда. Ты управляющий у меня или адвокат? Не дают, так бери силой. Долг платежом красен, не я это придумал. Что делать, сударь? Сами ведь знаете. Честные они люди, да не имущие. Ишь ты, честные. Какая же это честность? Долги не платить. Знаем мы их честность. Плуты и обманщики все они. И ты с ними, одним миром мазан. Пройдохи вы, черти полосатые. Почему вы меня оскорбляете, сударь? Оскорбляю. Тоже мне, генерал, губернатор. Адвокатом Симашвили выступает. Пятый раз посылаю. Вы считаете их долг из моего жалования. Вот истинный рыцарь и пример благородства. Слушай, ты. Сначала в шею отряхни, потом рыцарей изображай. Собаку и то можно натаскать на свой лад. Этих ни в какую. Господи, до чего я дожила? Ай, ты вернись. Вернись, тебе говорят. А как ты смеешь? Пошел ты. В Сибирь тебя сошлю. Попомни мое слово. Держите его. Ловите его. Попомни мое слово. Субтитры делал DimaTorzok Что ты на эту погибель уставился? Будь неладим, кто ее придумал. Понадейся на эту штуку, посмотрим, как у тебя дела пойдут. Симон, я по-мужски жить хочу. Образумся, Хареб. Женись на хорошей девушке. Живите себе, милуйтесь. Не пойму я. Чего тебе не хватает? Симон, я этих несчастных разорять не в силах больше. Кровь к горлу подступает. Ладно, ладно. Скажи хоть что у тебя на душе. Если Харашвили о тебе спросят, какой мне ответ им дать? Скажи, что я сам за себя отвечу. Что такое, в чем дело? Открывай ворота. Объясните, в чем дело? Открывай, тебе говорят. Стой! Стой! Стрелять буду! Открывай! Девушки отдыхают. 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 Залик Симонишвили и Жоржик Берзанишвили. А это, ребята, Хареба Джибуты. А теперь прошу вас к столу. А ну-ка, послушайте. Я не тамада и много говорить не умею. Но одно скажу. Этим вот стаканом выпьем за сегодняшний день и нашу встречу. Мы все здесь, ребята, крепкие. Вот вас двое. Дядя и черт его знает. И нас двое. Хареба и я. И еще двое. Вот Залик и Жоржик. Шестеро нас. Сыновей разных родителей. А цель у нас одна. Злобу на мучителей излить. Врагов наших покарать. Без куска хлеба их оставить. В бессильную ярость вогнать. Это я и хотел сказать. Бог нам в помощь. Ау-мар-джос. 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 Харебе слово. Выпьем за наше знакомство. Чтобы впредь мы встречали друг друга добрым словом, хлебом с солью и открытым сердцем. Будьте посему. Как тебя зовут, парень? Чачик. А тебя, дяденька? Утрухуны. Ты тоже разбойник? Чего? Ты тоже разбойник, говорю? Куда мне разбойничать? Четверо у меня в доме орут. Один другого меньше. Извозчике, пропаде, оно все пропадом. А теперь за будущее нашей страны выпьем. За завтрашний день прекрасной нашей страны. Пусть она станет такой, какой мы ее хотим видеть. Пусть поскорее новые времена настанут. Зло и насилие исчезнут. Благородство и честность победят. Давайте от всего сердца выпьем за это. На, возьми. Чтоб к концу месяца у тебя все было в порядке. Спасибо. Благодарствую. Как поживаешь, Симон? Не узнал? Или не хочешь узнать? Аксентия, Сидамулинзе. Вижу, мой приход не очень тебе по душе. Но я непременно должен был тебя повидать. Хотя ты в последнее время нас избегаешь, я все-таки пришел. У меня жена и дети. Они присмотра требуют. Прежде ты иначе говорил. Каждый общему делу служить должен. Не твои ли это слова? Я этого не говорил. Может, не говорил, но слушал ведь. Не помнишь? Я многое еще другое помню. С меня довольно. Вот и мой брат на опасный путь стал. О нем-то я и хотел с тобой поговорить. Сомневаюсь, чтоб Хареба вам пригодился. Эх, Симон, Симон. Сомневаешься, потому что не знаешь, что мы из себя представляем. Ты боишься, Симон? Не боюсь, а сомневаюсь. Удивительно, откуда у этих людей временно сомнения? Устроишь мне встречу с Харебой, в конце концов, или нет? Время дорого. Иначе я бы сам его нашел. Мое почтение, князь. Как поживаете? То-то, что поживаю. Мой заместитель, князь Ольховский. Очень приятно. Присаживайтесь. Как самочувствие княгини? Не мучат ли ее по-прежнему головные боли? Эх, сударь. Не одну княгиню, а нас всех головные и душевные боли извели. А в чем дело, князь? Что произошло? То есть, как это что произошло? Разбойники и убийцы на виду у всего мира шабаши устраивают и шапками своими, как говорится, небеса закидывают. Какие разбойники? Где? Вчера в Духане и Ломя-Гуришвили развеселились вовсю. Этот бывший мой управляющий, будь он проклят, которого вы ищете, тоже был среди них. Вы слышите, что творится, Ольховский? Мы право в смешном положении ищем разбойников по лесам, а они пируют у нас под носом и в ус не дуют. Вы не извольте беспокоиться, князь. Мы здесь для того, чтобы оберегать ваш покой. Воля ваша. Пожалуйте. Позови Ило. Здравствуйте. Добро пожаловать. Где прикажете накрыть? Пойдем. Садись. Как идут дела, Мебуров? Как вам сказать? Иногда так, иногда этак. На судьбу, вообще-то говоря, не жалуюсь. Ничего не скажешь, место хорошее. А? Ваньев. Да. Лучшего не бывает. Твор, природа, воздух. Говорят, здесь порой славные кутежи устраиваются. Правда? Иногда так бывает, иногда этак. Скажите прямо, зачем пожаловали? Я хитроумных лечей не понимаю. А парень, видят, смышленный. Что скажешь, Ваньев? Что верно, то верно. Жаль такого, в Сибирь отправлять. Не пойму, в чем дело. Если в чем провинился, говорите прямо. Не валяй дурака, Амебуров. Не строй себя святошу. С какой-то стати Хареба Джибута и его дружки в твой духан наведывались. Ты знаешь, мы разыскиваем его. Почему не сообщил? Да кто он такой? Джибути. О чем я знаю? Я его в лицо не видел. В духан сотни людей заходят. Откуда мне знать, кто есть кто? Заберем его в Телави. Там он по-другому запоет. Не надо спешить, Шахтеев. Дадим ему время доказать свою честность. Старые клиенты верно придут еще сюда. А если и тогда не донесешь, это твой духан и все твое добро прахом пойдет. Понял, Амебуров? Понял, начальник. Очень хорошо. Пока этого достаточно. Думаю, ты все хорошо понял. Понял, начальник, понял. До свидания. Что, что они хотели? Велели мужскую часть забыть и потаскухой стать. Чего? Закрывается, духан, Чачи. Пойди за приворотом. Пошло оно все с собаки под хвост. Вот только духанщика нам и не доставало. Теперь дела у нас так пойдутся, а Акадзе позавидует. Не для того я пришел, чтобы вы надо мной смеялись. О, не пальнула бы у тебя в штанах. Подожди, Гоги. Ило, ты человек семейный. У тебя мать старая. Духан. Не годится тебе пример с нас, брат? У нас, как говорится, ни кола, ни двора. Я свое слово сказал. Я вольным человеком родился, и жизнь прожить хочу вольно. К черту и духан и достаток. Моя мать женщина крепкая, о семье позаботится. А если вы меня не примете, буду один. Ай ты трактирный лев! Чего ты пристал ко мне? Отвяжись. Хватит, Гоги. Тут дело серьезное. Подумай хорошенько, Ило. Решено, говорю. Добро пожаловать. Как поживаешь, Хархарет? Да так, как дома. Все в порядке. Я человека привел. Дело в нем активе. Кто такой? Сидамонидзи, Аксенти. Террорист. А от меня-то чего ему надо? Не знаю, пусть сам скажет. Вот он, Хархарет. Проклятая каторга в чахотку вогнала. Не тот-то человек, Хархарет. Чтобы ходить вокруг да около. Начну я прямо с дела. Ты ведь знаешь, Залика Свимунишвили и Жорджика Бердзанишвили. Так что же? Арестовали обоих? За что? Ценандарскую канцелярию разгромили, начальника канцелярии всенародно опозорили. Это они хорошо сделали. Завтра и в город поведут. Конвоиров человек шесть, не меньше будет. Что ты тянешь? Говори, чего от меня надо? Ты, конечно, можешь мне отказать. Я тебя не заставляю. Надо освободить ребят. Во-первых, как это ты нас можешь заставить? А во-вторых, нас просить не надо. Дали же мы слово из беды друг друга выручать. Дядя и черти узнают присоединяться к нам в Шуантинском лесу. Это дело мы сделаем. Потому как долг велит. А так знай, я по чужому уму не ходок. Кончайте вы болтать. Есть пора. Есть пора. Волота. Есть пора. Есть пора. Есть пора. Волота. Есть. Здесь д Illustradas. Есть. 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 Продолжение следует... 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 Хозяин дома? Ходи позови. Ну что, узнал? Не узнавай-ка я. Узнал, узнал. Коля узнал, так разумеешь, наверное, что со мной шутки плохи. В чем дело? Не закружилась ли над тобой муха смерти, а? В чем дело, объясни? Что ж, перейдем прямо к делу. Ты, Сискаришвили и Кадагишвили сложите под десять червонцев и завтра утром пришлете мне к развалинам в конце деревни. Откуда у меня такие деньги? Я свое сказал. А по-другому эта штука с тобой говорить будет. Ах, вы собачьи отродья. Мать вашу так. Кто это, Ярица-то как? Коги это из тех ребят, что в лес ушли. Си, Матим. excitement. Следую. Вот голову. Следую. 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 Как живёшь, Эфир? Ненаглядная ты моя. Да что тебя испугало? Или твой малахольный муж вернулся с гор? А? Иди сюда, иди, радость ты моя. А? Положите, что принесли и уматывайте. Вот это говорят. Чего-чего? Вот это говорят, а больше уж нет. Передай, пока этого нам хватит, об остальном потом поговорим. А теперь уматывайте отсюда, а то я вас, суки, не ведёте. Иди сюда, подойду! Иди сюда, подай! Скотbod? Эй! Стой! Качере! 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 Я тоже подумал, да не до этого было. Достань, патроны, рузы, седамониды достань. А деньги понадобятся. В Телави под боком. В Телави денег куры не клюют. Правда, Харева? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ваше Высокоблагородие, к сожалению, наша полиция оказалась бессильной в этом деле. Да, но такое положение всюду, а не только в нашем уезде. Ольховский, мы отвечаем за наш уезд, и безответственность нам не простят. Ни мне, ни вам. Ваше Высокоблагородие, на стороне разбойников все население. И это понятно. Понятно вам, но не мне. Короче, с завтрашнего дня вы должны возглавить это дело, и полицмейстер Апушкин поступает в Ваше распоряжение. По правде говоря, Ваша реакция меня удивляет. Вы не дали мне даже подумать, Ваше Высокоблагородие. На раздумии нет времени, Ольховский. Незамедлительно приступайте к делу. И вам полезно. Меньше будете скучать в нашем обществе. А я неплохого мнения о местном обществе. И вовсе здесь не скучаю. Так защитите интересы этого общества, Ольховский. Приготовьтесь. Улыбнитесь. Снимаю. Готово. Благодарю Вас. До свидания. Заходите еще. Пожалуйте. Вы, наверное, желаете сфотографироваться. С удовольствием. Где прикажете? На этом фоне. Или на этом. Извольте. На фоне природы. Только настоящий. Внимание, внимание. Эту винтовку сюда. Это так. Позвольте. Замечательно. Смотрите туда. Веселей, веселей. Видал такого. Великолепно. Веселей, веселей. Смотрите сюда. Снимаю. Готово. Готова. Готова. Субтитры создавал DimaTorzok Конец первой серии. Вторая серия. Сообщаю, что в лесу, расположенном близ села Бабанеури, в определенном месте в данный момент находится банда, которая только что получила продовольствие от населения. Ну, позвольте, Апушкин, близ Бабанеури не одна десятина леса. Как вы собираетесь найти это определенное место? Местное население вам его не укажет. Вот здесь крестьянин Тандыла, который присутствовал при передаче продовольствия. Он берется проводить нас по назначению. Ну, хорошо. Бубенцы, черт побери. Что вы изволили сказать? Повесьте на сбруе моего экипажа бубенцы. Непременно повесьте. Да ну. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Хорошее вино пьют, мерзавцы Если бы еще и шашлыки оставили Было бы не дурно Мир и время нас с тобою Оторвали друг от друга Уж давно тебя, мой милый Я не вижу в час досуга Острием копья пробито Сердце страждет от недуга Постарайся же постигнуть Как скорбить твоя подруга Здравствуйте, девочки Здравствуй, Элло Здравствуй, Жоржик Испугал меня как? Здравствуй, Тамро Здравствуй Радости вам Счастья Жоржик, Залик Боги не видели? Увидите, скажите Что обижают меня мясники И страха по их ряду пройти не могу Чтоб в Телаве попасть В обход хожу А теперь тихо, понял? И исчезни Отец ваш дома? Мама Мама Папа Здравствуйте, дети мои Идите сюда И сверкает-то глазищами Как душа в пятки уходит Плохи дела, дети мои Как это понимать? А так Не прислал оружие Сидамонидзе В Батуми запутались дела А все-таки Корабль турка Торговца арестовали Его самого убили В перестрелке И что? Ничего нельзя сделать? Пока говорить нельзя Некоторое время придется туго Но потом что-нибудь придумаем, говорит Больше он ничего не сказал, отец В Тбилиси тоже плохи дела Он до Телави не может добраться В случае чего, говорит Пускай сами меня в городе ищут Скверные дела, отец Господи, чуть не забыл Еду хоть какую возьмите с собой Нина, Нина Пойдем, пойдем Это от меня А это от меня Спасибо Не за что Теперь вы наши нареченные Нельзя что ли Двум братьям Двух сестрок жениться Семеро братьев Семеро сестер Взяли ведь жены Но вы же не братья И так только в сказках бывает Ну-ка идите сюда Идите с миром, дети мои До свидания, отец Двух сестрок жениться Конечно Историю о ваших бубенцах Князь я слышал в Тбилиси В гостях у Сараджишвили Адъютант его высочества Рассказывал ее как анекдот К сожалению, ваше и адъютанты Его высочества настроение Не разделяет мой начальник Князь Баратов Правда ли, князь, что вместе с вином Вам оставляют и шашлыки? Да, и весьма не дурны Однако же я ни разу не поспел вовремя И шашлыки бывают несколько остывшими Пико Трефо Принимай во внимание терпение общества Мизер, господа Мизер Дело в том, милые дамы Что отряд разбойников возглавляет довольно умный человек Который намного сообразительнее, чем мой подчиненный Апушкин Правда, среди них есть много красивых мужчин Да как вам сказать Я их не видел, но слышал А еще есть какой-то Гоги Да, Кенгишвили Поразительная сила человека Он ест барана сырым и даже неосвежеванным Интересно, а какие они на самом деле? Вы только прикажите, я приглашу их Тогда вы пожелаете Вы выиграли, князь Игра окончена Прошу вас Прошу вас всех к столу Ловлю вас на слове, князь А могли бы вы сегодня же пригласить разбойников? Ну что ж, попробую У меня к вам просьба, князь Что вы? Ну ладно Привет, Хареба Здравствуй, Шакро Андроникашили тебе письмо прислал Здравствуйте, ребят Что случилось? Может скажешь? К Андроникашвили в гости нас зовут Слыхал такое? И Ольховский там Шутишь? Я ничего не понимаю Проверяют нас Ольховский наше достоинство испытывает На званный обед нас приглашает Нападем, что ли? Да нет Приглашают нас по чести С честью явиться надо Черт его знает Хочу поблагодарить вас за приглашение Постараемся не остаться в долгу Всего вам хорошего Добра вам и радости Господину Ольховскому Дамы и господа Наши гости Я хочу предложить тост За вашу страну И ваш народ Меня с детства привлекал Романтический ваш край И вот сейчас Я здесь Среди вас Я пью за грузинских мужчин И очаровательных женщин Романтический вашей Я поднимаю тост За гостей Храни вас Бог Что еще можно пожелать человеку Ушедшему в лес У нас грузин Рыцарство в крови Будем беречь его Будьте здоровы И счастливы Господа и дамы Вам вашего счастья Нам нашего За то В чем небо Земля Вода Трава Дерево Звери Птицы Одинаково нуждаются За свободу За нашу страну От края До края И с конца В конец Это Счастливы 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 Одинаково Mhm Субтитры сделал DimaTorzok Звук отсюда выходит? Вам нравится? Остались бы еще Что поделаешь, сударыня? Нам хорошо с вами, но в лесу мы чувствуем себя спокойнее Знаете, я впервые вижу живого разбойника Не думайте, что я виню вас в чем-нибудь Напротив, у меня даже есть какое-то странное желание помочь вам Помочь? Я знаю, ни один разбойник в глубине души не верит, что он разбойник Вы многое, оказывается, знаете, сударыня И если когда-нибудь нам будет трудно С удовольствием помогу вам Чем сумею Всего хорошего Тот ящик хотя бы забрали, который звук издавал Да ты что Вообще-то стройно звенят губенцы вашего экипажа, князь Да уж старался Люблю гармонию Дядя, палец не отрежь, палец Ты будь спокой Отрежешь палец, курок нажать не сможешь Так хранит вас Господь, дети Мои, кто бы мне помог, если бы не вы Не, несчастный, всеми забытый Изобилие тебе, мать За что благодарить-то? Истосковались мы по винограднику Давай, пипо, пляши Молодец Вот тебе, вот тебе, вот тебе Чего тебе? Собери Не соберу, нет Собери, говорят Не соберу Пускай и птичкам немного достанется Понял, что тебе говорят? Собери, дрянь ты такая не то Получишь по бокам Тварь слабоумная Тоги, скажи ему, скажи, что он ко мне пристал Радости вам в жизни, дети мои Уважили меня одинокую Но только зря я вас утруждаю То есть как это зря? А так Весь этот урожай Микертуму Виноторговцу за долги отдать должны Микертуму, говоришь? Не бойся, мать Мы ему скажем пару слов Если ты хочешь по-дурацки жить Живи Собери свои манатки И ай да обратно к своему нищему отцу Глупый ты, глупый Какое тебе дело? До сладостей Столько денег на них тратишь Можно подумать, дед твой утопал В фисташках и других лакомствах Деньги счет любят И беречь их тоже уметь надо Прятать Понял? Если понял, на тебе, гривенник На неделю Пожалуйте, пожалуйте Какое вино желаете? Хорошей кардонархии Букузани Ходошении Ой, горе мне Горе тебе и пуля в лоб Не убивайте, милые Только не убивайте Все вам отдам Все берите, все Слушай, ты ворон Немедленно пойдешь к Даве Бардикашвили И все ее расписки порвешь у нее же на глазах Все, все сделаю Завтра утром там буду А теперь откроешь кассу И все деньги нам отдашь О боже У нас они лучше сохранятся Сейчас, Гоги, сейчас На, Гоги, родной Мне для вас ничего не жалко Все забирайте Забирайте Пошел ты Пошел ты Ха, мать честная Смотри, смотри Его ничего не исправит Ты этого мальчика не обижай, понял? Не обижу Ило, родной Не обижу Только не убивайте Не убивайте Таким образом Предпринятые вами меры Не дали результатов Население видит вашу слабость И бесстрашно поддерживает Банду террористов Князь Ольховский Назначенный вами руководителем операции Дошел до того Что проводит время в кутежах С разбойниками Вы понимаете, что это значит? Местное население Ваше превосходительство Именно об этом я и говорю Наказали бы как следует Нескольких из них И остальные стали бы Вашими покорными рабами Даю вам честное слово Вам больше говорить не о чем Все и так Яснее ясного Ольховский, разумеется Будет примерно наказан Вам же Дается последнее предупреждение И еще В ваш уезд Направляется Чрезвычайно карательный отряд Под командованием Штабс-капитана Ахвледиани Слушаюсь, ваше превосходительство Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Аааааааааааа! ААА!!! Ааа!! ААА!! О! И formally работай! Ставьтеissäи! Аааа! 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 Ааа! Аааааа! Ко-го-го-го-ги-это бдх! Кто? Настало время прощаться, князь. По правде говоря, мы огорчены, что вы нас покидаете. Мы всегда о вас будем помнить. Поверьте, я с благодарностью буду думать о вашей семье. Не могу ли я оказать вам какую-нибудь услугу напоследок? Весьма меня обяжете, князь. Если пошлете эту вещь в лес нашим общим знакомым. Разумеется, с удовольствием. Субтитры делал DimaTorzok Вот еще один герой заявился. А кто они такие? Пришли крови наших ребят напиться. Кого? Наших ребят? Гоги покажет им, Кузькина мать. Штабс-капитан Ахледиани, по назначению. Садитесь, прошу. Хорошо, что приехали. Ваш приезд весьма кстати. Благодарю, ваше высокоблагородие. Постараюсь с честью выполнить свой долг. Позвольте вести вас в курс дела, с которым вы отчасти должно ознакомились в Тбилиси. Террористы подчинили своему влиянию весь уезд. И что самое неприятное, их сторону приняло население. Вот и они. Так называемые ребята. Эти снимки сделал известный фотограф Ройнишвили. Его специально пригласили в лес. И сейчас эти фотографии в народе переходят из рук в руки. Я был вынужден изъять негативы. Позвольте. Сандро Хавлашвили, по кличке Дядя. Иломе Буришвили, бывший духанщик, семью прятал в соседний уезд. Утрухуне, извозчик, как он нравится имя. Залик Симонишвили, работавший ранее в слесарных мастерских. И его неразлучный друг, Жоржик Бердзанишвили. А вот этого субъекта зовут, черт его знает. Личность во всех отношениях неопределенная. И под конец. Хареба Джибути, главарь банды. И его правая рука, Гоги Кенкишвили. Вот этот Джибути, самая знаменитая и сильная личность в банде. Некогда служил управляющим князя Карашвили. Как изволит говорить, сам князь недурно справлялся со своими обязанностями. Однако всегда выказывал сочувствие беднякам. Он семейный? Нет, только брат у него. Брат семейный. Штаб с капитаном Хареба Джибути, помоги тебе, Господь, сын мой. Больше Божией, мне сейчас нужна ваша помощь, отец. Слушаю. Мне известно, что вы хорошо знакомы с разбойником Хареба Джибути и его друзьями. И несколько раз оказывали им помощь. Я священник, сын мой. И мой долг помогать всем, кто испытывает нужду. Те, кто в ваших глазах испытывает нужду, для меня лишь разбойники. Вы духовный пастырь, я защитник закона. У каждого свой долг, сын мой. Я говорю для общего блага, отец. Чем раньше будет пресечен разгул разбойников, тем быстрее установится покой для всех, в том числе и для вас, для вашей паствы. Вы незамедлительно должны указать нам место пребывания банды. Поверьте, так будет лучше. А для вашей личной безопасности, с завтрашнего дня я оставлю у вас двух стражников. Понятно? До свидания. Чего он хотел? Приготовь девочек. Завтра отошли мы в город к моей сестре. Это почему? Делай, что говорят. Будьте вы неладны. Тут какое-то недоразумение, господин штабс-капитан. Это мы выясним позже. Ты не бойся, все скоро уладится. Ступай к матери, я туда приду. Поосторожней ты, черт. Спокойно, Ило, спокойно. Дай мне сделать тебя красивым. Что ты как баба нежничаешь? Поторопись, Исаак. Видишь, все ждем. Отстаньте. Я ж в ваши разбойничьи дела не вмешиваюсь. 25 лет бороды брею. Ребята, ахлодия не идет. Исаак, бросай все, иди сюда. Куда я попал? Куда я попал? Ребуты! Не гневи Бога, не стреляй. Сперва взгляни, кого я к тебе привел. Теперь слушай меня внимательно. Моё условие. Бросайте оружие и сдавайтесь. Я понятно говорю? Это наилучший выход для вас. И без того вдоволь пролита крови. Поверьте, если хотите сохранить жизнь, другого выхода у вас нет. Вот он, твой брат. Молчи. Значит, согласен со мной. Знай, Хараба убьет. Знаю. В противном случае все ваши близкие окажутся в таком же положении. Я не угрожаю. Просто говорю то, что будет. Слышишь, живуты? Надо отступить. Ты прав, придется. Исак! Что родной? Вынеси им оружие. Не бойся, тебя они не тронут. Исак! Исак! Слышишь. Слышишь. Исак! Слышишь. Продолжение следует... 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 Симон! 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 Ой, беда-то какая. Вставай, хорово, пошли. Там хавери тут. Ничего не поделаешь. Там хавери. Мавранское ущелье свободно. Очень хорошо. Там и разобьем лагерь. Значит, ты говоришь, что в конце концов они пройдут здесь, через Мавранское ущелье. Да, это так. Другой дороги у них нет. Все перевалы в наших руках. Уж если их хватать, то только здесь. И ты согласен нам помочь? Не только я. Многие другие пойдут со мной. Возьми. В случае удачи получишь еще. М ALF. БАНС- ВООБРА. ВОЛЬНОВА. ВООБРА. ВООБРА. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Я знал, госпожа, что в трудную минуту смогу обратиться к вам С удовольствием помогла бы вам и деньгами Что вы, госпожа Вы выручаете нас в такое время И столь необходимым Не знаю, как и благодарить Утрухуне говорит, мы сами с усами Ах, ледианей, чтоб он лопнул, не справится с нами Здравствуй, Утрухуне Здравствуй, родной Ступай, ступай Ну, всего тебе лучшего Всегда к твоим услугам Я человек простой, беззлобный Субтитры подогнал «Симон» Угощайтесь Угощайтесь, родные мои На здоровье Ну-ка, ты сперва выпей Выпью, как же Ваше здоровье Вот, пожалуйста Пусть наши враги на том свете вино пьют На, дядя Пойду я сейчас Жена и дети меня ждут Будьте здоровы Всего наилучшего тебе, Утрухуне Будьте здоровы Господин, начали пить-то еще как. Не будем торопиться. Хареба. Я тебе говорю. Смотрю я на тебя, и не нравится мне твое умолчание. Знаю, о чем ты думаешь. И раз мы вместе оказались на скамье подсудимых в этой проклятой жизни, каждый волен свое слово сказать. И мое слово я к тебе обращаю. А тем, кто приговор выносит, я отвечу вот этим. А тебе скажу с братской любовью, если ты в чем-нибудь чувствуешь себя неправым, одним словом, мы все вместе. Ежели правы, то все правы, разум. Ежели нет, то... Да что тянуть-то? Будь здоров вместе с нами. Если есть кто молодец на свете, то ведь и мы молодцы. Всех предупредил? Да, как вы приказали. Каждого трое берем на прицел. В Харебу пока не стреляем. Сперва стреляем в Гоги. Вы первым. А потом... Хорошо, хорошо. В Харебу пока не стрелять. Надо постараться взять его живым. Если сдастся, разумеется. Ну, время двигаться. Пошли. За память нашего Залика и всех тех, кто вольным родился, вольную жизнь прожил. и ушел из жизни по-мужски. Да осветит Господь их душу. И чтобы мы сошли к ним с честью, без страха. Подожди. Субтитры подогнал «Симон» 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 Видишь, не стреляем. Я не хочу твоей смерти. Хареб, послушай, что тебе говорят. Опомнись, Джибути. Сдавайся, я сохраню тебе жизнь. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... А теперь вступай и приведи сюда этого фотографа. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...